Звенел или не звенел? Сегодня сапкор-коммерсанта Андрей Колесников сообщил, что президента России попросили пройти через рамку в Сингапуре. И она прозвенела. Это произошло в торгово-выставочном центре Санте, где шел саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Колесников назвал ситуацию уникальной. Позже пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президент не проходил через металлоискатель и не звенел на весь мир. Александр Глебович, как вы думаете, что происходит? Этот досмотр, он вообще за рамками приличия? Нет, этот досмотр вполне естественная, нормальная штука. Но уже речь, как я понимаю, не о досмотре, речь о том, что Кремль очень болезненно. Я верю этому мальчишке-журналисту. Он всегда был абсолютно корректен и абсолютно добропорядочен. И я полагаю, он не стал бы попусту рисковать, сливая какую-то абсолютную ахинею свидетелем, которой он не был. Я вполне предполагаю, что мог возникнуть казус, когда Владимира Владимировича пропустили через рамку металлоискателей и заставили его пройти те же самые формальности досмотра, которым подвергается любой человек. Вопрос в том, какой звон раздался. Я думаю, что это был колокольный звон, это был малиновый звон. А уж что касается того, как к этому отнесся Владимир Владимирович, который, я полагаю, не имеет необходимости носить с собой металлические предметы, но тем не менее он звенел. Ну что же, вы знаете, что есть такое выражение в русском языке, оно не очень литературное, но оно звучит буквально как стальные яйца. И я думаю, что это в какой-то степени ситуация должна была бы даже польстить президенту России. Станислав, а как вы считаете, что могло звенеть? Может быть, у вас есть какая-то информация, какой-то инсайд? После того, что я сказал, разговор о том, что должно было звенеть у Путина, приобретает, я бы сказал, почти криминальный характер. Нет, я поэтому не буду оспаривать базовую версию Александра Глебовича, конечно. Собственно, Кремль подчеркивает, что вот эти самые предметы, о которых речь у Владимира Владимировича, звенят чаще, чем хотелось бы, но звенеть мог бронежилет, поскольку президент России уделяет повышенное внимание своей безопасности. Но я хочу сказать, что вообще визит в Сингапур на саммит «Осеан-Россия» был весьма скандальным. И мы еще не оценили возможных последствий этого скандала. Скандал начался с того, что Владимира Путина не выпускали из самолета и не подавали ему кортеж, потому что по сингапурским правилам, как выяснилось, нельзя подавать кортеж, пока у самолета включены двигатели. И эта история продолжалась около 40 минут. Потом, когда выяснилось, что господин Путин опоздал на встречу с премьер-министром Сингапура, сыном легендарного Ли Куан Ю, Ли Сянь Луном, то Ли Сянь Лун просто отменил встречу с российским президентом, она перенеслась на целый день, из-за чего, в общем, Путин застрял в Сингапуре. А ведь в свое время он опаздывал по 4 часа к Ангеле Меркель на 50 минут к папе Римскому, и никто встречи не переносил. Это, безусловно, первый прецедент. И, конечно, с одной стороны, формально это диктуется очень плотной повесткой, саммита ОСИАН, когда у Ли Сянь Луна по 12 встреч в день. Но фактически это отражение того факта, что с Владимиром Путиным уже не о чем особенно говорить, нет повестки. Ведь отказ Дональда Трампа встречаться с ним на полях саммита в Париже, это не только отражает желание французского президента Эммануэля Макрона привлечь побольше внимания к столетию окончания Первой мировой войны. Ну и к тому, что, в общем, все эти переговоры, они заведомо обречены на провал. Продолжение следует...